Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Тараса Степаненко. Сегодня мы будем говорить о работе региональных парламентариев и, в частности, затронем тему жилищно-коммунального хозяйства. У нас в гостях заместитель председателя Курской областной думы Дмитрий Васильевич Гурин. Здравствуйте! Добрый вечер! Перед началом нашего разговора хочу напомнить телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, а значит, вы можете задавать свои вопросы по телефону 70 35 15 или же на сайте нашего телеканала 7info.ru в рубрике «Онлайн». Поскольку, как я уже чуть выше сказал, вы курируете в том числе и жилищно-коммунальное хозяйство, не могу не задать очень важный вопрос, очень жаркий вопрос, который касается капитального ремонта многоквартирных домов. Вот недавно депутаты как раз приняли закон с дополнениями к проведению капитального ремонта в Курской области. Расскажите подробнее, зачем такие изменения понадобились? Ведь система-то уже отстроена, ну и, собственно, что меняется? Вы знаете, во-первых, сегодня вообще вся система работы ЖКХ регулируется жилищным кодексом Российской Федерации, но регионам дано право, с учетом, когда вышел закон дополнительные изменения в этот кодекс, о капитальном ремонте домов, причем домов не касается квартир в доме, а общее имущество дома, подъезды, крыши, основания, фундаменты, инженерные сети и так далее. Естественно, вот здесь давно было право региона внести изменения регионального характера, который бы, естественно, это переходит в закон о капитальном ремонте многоквартирного дома, значит, и периодически идет совершенствование этого закона. Мы еще в 2013 году принимали областную думу закон, который регламентировал организацию аспекты вот этого ремонта общего имущества дома. То есть, для чего закон-то этот появился, понимаете, много было вопросов, нужен закон, не нужен закон. Может быть, он, если бы действительно в свое время проходила приватизация, когда жилья и тогда дома были все капитально отремонтированы в 90-е годы, может быть, закон такой бы нужен был в каком-то другом направлении. Но, тем не менее, сейчас дома стареют, нужно ремонтировать общее домовое имущество, это безопасно всех жителей в доме, правильно? Инженерные сети, подвал, поэтому и так далее. И вот родился закон, а чтобы шел ремонт, всегда нужны деньги. Ну, давайте прямо скажем, нужны деньги. Поэтому сегодня те муниципалитеты, бюджеты наших городов, поселков, с учетом того, что бюджеты, средства на эти цели, естественно, хватить не может, потому что имущественный фонд пришел потихоньку садиться не по одному дому, а десятками, сотнями, правильно, из года в год стареет имущество. Вот этот вот закон был принят. На последнем, и для того, чтобы, я хочу напомню телезрителям, чтобы деньги, которые сегодня платит население, а население в каждом регионе сумму с квадратным метром устанавливают с решением администрации каждой области, это не просто кто-то спонтанно делает, а именно распоряжением по администрации области, то есть государством по большому счету. Вот у нас сегодня 6 рублей 50 копеек установлены администрации области за один метр квадратный платит население на капитальный ремонт. Так вот, чтобы эти деньги не расходились, чтобы не было, как иногда было, помните, на первом этапе было проблем с управляющими компаниями, то сейчас создали специального регионального оператора, это организация, которая сегодня работает под контролем государства, администрации области, и которая сегодня с этого фонда ни одну копейку не может тратить на свои нужды, понимаете, ни копейку. Так же, как и управляющие компании, они не используют эти деньги. Ну, управляющие компании там все слабее было, а здесь все жестче, твердое, и здесь задача такая поставлена была государственным законам, чтобы деньги были, сберегались, сохранялись и использовались только на нужды капитального ремонта. А значит, их контролировать проще органов, в том числе органам прокуратуры и тем организациям, которым это дело будет поручено. У нас в этой части этот вопрос ведет контроль комитета жилищно-коммунального хозяйства, администрации области и жилищные инспекции. На них возложены функции по ряду контроля. Так вот, на очередном седании Думы действительно мы принимали следующий закон, который вносил дополнение, который говорил о том, что сейчас на основании этого закона будет дано право, вот сегодня областная Дума закон приняла, губернатор области закон подписал, о том, что усиливается контроль, строительный контроль. Сегодня это в законе не было федеральным, но для того, чтобы видеть качество работ, которые делают сегодня, не могут жильцы каждый бегать и показывать пальцем, где что-то плохо сделано. Так вот, сегодня на следующую организацию государственную в нашей области возлагается право контроля за качеством строительных работ. Это очень серьезный вопрос. Второй момент, что сегодня на основании этого же законодательного норматива документов выносился вопрос о том, что средства, которые сегодня используются, как население платит, так и средства, еще фонные, образуются муниципальными образованиями. Так вот, сегодня региональный оператор имеет право с особым учетом каждого рубля, по большому счету, использовать деньги муниципальных образований совместно на капитальный ремонт дома. Вот это вот, пожалуй, моменты, которые очень важны, на наш взгляд, были. Там еще ряд моментов организационного характера внесены, но, пожалуй, самое главное, я бы сказал, то, что качество ремонтов на основании принятых вот этих вот нашего закона должно возрастать. Вопрос остался один, чтобы качественный закон теперь исполнялся, в том числе региональным операторам и теми организациями. И более того, я вам скажу сегодня, вот все эти процедуры проводятся в регионе, это уже на основании других нормативных документов, в том числе данного направления закона, на конкурсной основе. Вот ниже я вам потом дальше расскажу, где и как это, например, проглядывается именно. А раз конкурсная основа, то, значит, сегодня от качества документации зависит очень многое в подготовке и проведении капитального ремонта более дешевым способом, где я должна наступать экономия, потому что, видите, все люди сегодня, кто платит эти деньги, платят все жилицы, правильно? Кто имеет квартиру в многоквартированном доме, кто попал в региональную программу, каждому интересует вопрос, куда они пойдут эти деньги, как они будут использованы, и что я получу в итоге, в какой срок в виде капитального ремонта своего дома, в котором я живу. Вот поэтому сегодня и решением этого дома такие вот основные моменты были внесены в закон. Но вот вы сказали как раз изменения, которые касались финансирования капитального ремонта. А вот сейчас можно сказать, что вот этих денег, вот благодаря этим изменениям, теперь хватит на капитальный ремонт? Вы знаете, на капитальный ремонт дело вот в чем. Вся программа капитального ремонта домов, она работает сейчас на 30 лет. То есть дома, которые вводились раньше, должны идти вперед по капитальному ремонту. Для этого существует как бы перечень, который называется программой. Туда на основании решений районных или городских органов власти включаются дома в эту программу. Они все учитываются. И по ряду критериев срок ввода дома выставляется, какой дом раньше ремонтируется, какой позже. Конечно, вот денег, которые сегодня с 2013 года уже поступили в этот фонд, их хватает. Мы только разворачиваются в области эта программа. По итогам прошлого года, смотрите, было включено в программу ремонта 83 дома. Из них, значит, половина домов сегодня капитально около 40 отремонтирована. Значит, вот сейчас, в этом году, может быть, первый квартал, должны закончиться ремонты остальных 40 с небольших домов. А уже, скажем, программа наращивается будущего, 15-16 года, вот с учетом переходящего, 16-17 год, уже включается в разработку документации по капитальному ремонту, уже включается 387 домов. Понимаете, в нашей области. Видите, темпы какие? 83-387. Поэтому говорить о том, что этих денег хватит на все, конечно, нет. Их должно хватать, вот, соразмерно тому количеству домов каждого года ремонта, средств этих должно хватать. Но мы не должны забывать о другого. Вот регионы, которые сегодня активно в этой части работают, то сегодня федерация, то есть наше государство, помогает данной области, данному региону, с еще своими деньгами дополнительно. Вот это мы тоже получаем свою долю, она идет в общее финансирование капремонта домов в Курской области. У нас есть звонок, давайте послушаем. Да, пожалуйста. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот мы жильцы нового восьмиквартирного дома. Капремонт ему понадобится через 200 лет. Все текущие проблемы мы решаем сами. Вот недавно сделали сами крышу, собрались по 20 тысяч с квартирой. На просьбу вот этой организации, какая занимается капремонтом, какая у нас сорвала ураганом крышу, мы попросили отремонтировать нам ее. Нам ответили, что сделают нам крышу через 5 лет. Вы понимаете, что 5 лет мы не можем ждать. Почему, и вот мы делаем ремонт сами, почему мы еще должны куда-то деньги отдавать? Мы люди несостоятельные. У меня, например, пенсии 7 тысяч. Спасибо. Вот все с вопросом ясно, но здесь... Вопрос непонятен. Видите, в чем дело. Вот когда составалась эта программа ремонта, то, наверное, сказалось то, что я не знаю, какой населенный пункт, вы зафиксируете. И я обязательно с учетом адреса постараюсь ответить на данный вопрос конкретно на тему уже более основательно. А что касается сейчас, то действительно сегодня в общий план капитального ремонта дом, я понял так, что включен в программу. И, видимо, у него стоит срок какой-то дальний. Вот, ну, видите сегодня, вот в Курской области 5100 домов. Вот отвечаю на этот вопрос. Из них всего только 280 домов, которые сказали сами, общим решением собрания, закон это позволял. Он и сегодня позволяет закон это сделать, только там есть срок от года до двух лет. Значит, принять решение на собрании, что эти люди будут сами создавать свой счет, сами вести этот счет, его обслуживать и использовать деньги только свои на ремонт своего дома и не пользоваться услугами регионального оператора. Вот в Курской области таким способом пошло буквально где-то всего 400 небольшим процентов. Ну, может быть, сказывалось то, что не все знали. Второе, это очень непросто вести ремонт. Поэтому право жильцов сегодня на будущее любого дома такое и существует. Что касается конкретно, почему, если так ответила вот управляющая компания, региональные операторы, я свяжусь с руководством регионального оператора, мы для этого приходим на передачу и в течение максимум трех дней дадим ответ с учетом того, связанным с вами, и узнаем все нюансы вопроса, кто ответил, почему ответил, и дадим разъяснительный ответ, потому что здесь, конечно, надо искать вариант какой-то, чтобы и люди понимали идти максимально навстречу. И вот берем, как мы договорились сейчас, я обязательно отвечу уже четко, конкретно и понятно, как правильно поступить в данной ситуации жильцам данного дома. Вот исходя из этого вопроса, у меня тоже вопрос возник. Но ведь в законе наверняка должны оговариваться какие-то экстренные случаи. Дом не стоит в плане капитального ремонта, но крышу починить надо. Что тогда делать? Понимаете, конечно, сегодня, вот мы тоже над этим сегодня по закону вносили ряд дополнений в федеральный закон. Но это уже аварийные вещи. На этот случай вообще существует помимо фонда капитального ремонта, в каждом регионе есть такой фонд, скажем, чрезвычайный, финансированный на чрезвычайные ситуации. И, конечно, в этом варианте изучаются вопросы оказания зачета этого фонда, с учетом актов, которые МЧС России готовит по Курской области, в этом случае используются такие механизмы ремонта аварийных вещей. Для этого существуют аварийные фонды. У тебя это надо еще отдельно посмотреть, что происходило в тот момент. Следующий мой вопрос. Вы немножко касались уже в ответах, но куряне часто задают его. Дом новый, а сдавать на капремонт надо. В общем, зачем, если дождутся они этого капремонта не через годы и даже, может быть, не через десятилетия? Хорошо. Вот знаете, самая система подхода к этому вопросу такова, что когда федеральный закон принят, подписан президентом России, то, скажем, его, конечно, требуют, чтобы все его выполняли. Но с учетом этого, в том числе мы, курские депутаты, выходили и в Государственную Думу о том, что давайте посмотрим, как поступать с новыми домами, которые сегодня только устроятся. Поэтому сегодня внесены были на последнем состоянии Думы следующие изменения в наш закон Курской области. Теперь те дома, вот жильцы получили квартиры. Значит, сегодня органы местного управления готовят, включают их в оригинальную программу капитального ремонта. Неважно, какой срок по программе будет поставлен, с учетом, конечно, новый дом, он будет оттянут дальше куда-то. Но это естественно, да? По большому счету, деньги сегодня... Понимаете, по большому счету, все жильцы принимают участие, помогая как бы друг другу, но новые, кто вели дома, помогают быстрее тем жильцам, которые живут в старых домах. Вот суть же еще закона в этом заключается. Поэтому в отношении новых мы просили о том, что давайте поглядим ситуацию, изменение стоимости, сроков, снижение, может быть, какие-то параметры оплаты, но пока закон федеральный об этом не говорит. Но все замечания в Думе эти приняты, и комитет ЖКХ Государственной Думы Российской Федерации в Москве над этим работает. Вот первый шаг был сделан сейчас. Мы получили такое право и приняли на заседание Курской областной думы сегодня. Сомненно с администрацией разработали этот закон, на основании которого новые дома сегодня попадают по сроку оплаты, только через 8 месяцев после их, не то что ввода, вот их ввели, затем дом включили в программу, какое-то время еще ушло, может быть, месяц, два-три, может быть, чуть больше в течение года на этот период дополнительных программ. Программа-то общая, а дома туда дополняются, вновь вводимые. И только через 8 месяцев наступит у них обязанность по оплате капитального ремонта. Первый шаг в этой части сделан. И вот недавно на Думе это было принято. А вообще вопрос заслужит ваше внимание, но тем не менее вы не просто от него отказаться, потому что, видите, жилой фонда молодого много, вводится и уже работает фонд. А старых фонда тоже достаточно много. Но сегодня такой закон на первый шаг в части поддержки людей, получивших квартиру в новых домах, так сколько можно, государство сделало. И Курская областная дума такой закон тоже приняла. И только на этом мы имели право его принять на сегодняшний день. Дмитрий Васильевич, ну вот тема, конечно, большая, капитального ремонта и вообще жилищно-коммунального хозяйства. Но давайте эту тему сейчас завершим вопросом, который поступил на наш сайт и уже пойдем дальше. Дмитриев Егор интересуется. Мы платим исправно и за капитальный ремонт, и за текущий. И приводить в порядок дом требуется, однако наша управляющая компания отказывается делать текущий ремонт. Объясняет это тем, что дом стоит в очереди на капитальный. Время идет, и ничего не делается. Как быть? И как узнать, когда будет у нас капитальный ремонт? Вы знаете, вот тут конкретно надо понимать, какая управляющая. Это по кругу Курску вопрос, да? Значит, суть в том, что, конечно, текущий в законе нет ничего о том, что если в капремонте в график вас поставили, то текущий ремонт не делаете. Здесь какое-то недопонимание со стороны, скорее всего, тех, кто ответил, что надо делать текущий ремонт. Вот конкретно мне еще адрес этот дадите. Посмотрим, мы свяжемся с администрацией города и посмотрим, насколько реально какая-то компания ответила. Если в законе такого нет параметра, что если сегодня капремонт включили вас на 5 лет вперед, то теперь мы ничего не делаем. Люди платят деньги текущий ремонт, и они вправе требуют текущего ремонта. Теперь давайте поговорим уже о другой теме, которую вы также курируете в областной думе. Это транспорт. И начнем с инициативы, которая была принята депутатами с вашей подачи на недавнем заседании областной думы, которая касалась изменений в закон об ответственности за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах. В общем, актуальность этих изменений, что они из себя представляют? Вы знаете, о чем дело? Вот это неспроста. Я не буду говорить, что по статистику по федерации, но у нас постоянно идет вопрос о безопасности в ЖД-переездах. Помните, в советское время ранее было то, что все ЖД-переезды в основном были все регулируемые, правильно? Сидела женщина, которая следила, шлагбаумы, и была безопасно обеспечена уже визуально-человеческим фактором. Сегодня, с учетом роста всех скоростей перевозки ЖД-транспорта, и вот после обращения и совместного рассмотрения этого вопроса с начальником Орловского курдского отделения дороги Кавдарюм Юрьевичем Сергеевичем, обращению к восточной дороге к нам, мы проанализировали о том, что у нас происходит. И за два года, последний ход по большому счету 13-14 часть 15-го года, у нас погибло 10 человек. Понимаете, около 30 травмированных людей на ЖД-переезда в Курской области только. А по России статистика там десятки и во много раз больше. Естественно, учитывая то, что комитет нас курирует транспорт, совместный комитет администрации области, мы очень тесно работаем с комитетом по промышленности транспорта нашей администрации, вот, мы разработали вот эту инициативу, и, естественно, она была внесена для того, чтобы сегодня повысить ответственность людей, водителей, в первую очередь, да всех, кто нарушает на ЖД-переездах правила проезда. Поэтому параллельно с этим, естественно, считаем, что это увеличение норм ответственности в части штрафа, в том числе, будет принято Государственной Думе, наше обращение. Мы поручили нашему представителю, депутату от Курской области, там курировать этот вопрос, и такая инициатива Госдумы ушла. Это вопрос о сохранении жизни людей на железнодорожных переездах. Я вам скажу более того, почему еще этот вопрос пошел, что я не скрываю ничего о том, что мы в области сделали все, что могли для железнодорожников, пошли еще, инициируем. Но теперь мы работаем железной дорогой, естественно, в нашей Курской области, о том, чтобы добиться, в том числе, железной дороги, какими там механизмами, и второй же вопрос, но совместно о том, что были установлены элементы видеофиксации на железнодорожных переездах. Вот когда они будут, то это будет лучше действовать, чем действуют штрафы, правильно? То есть неотвратимо, если иногда то, что тебя увидели, вот на трассе стоят, когда от камеры, человек уже невольно сбавляет скорость где-то. Поэтому сейчас речь о том, что как решить вопрос за дорогой постановки видеофиксации. Это уже второй этап. Вот этим вызвана эта работа. И дальше уже от транспорта наземного к транспорту воздушному многих курян волнует судьба Курского аэропорта. И расскажите, какие существуют планы по развитию вот такого вида пассажирских перевозок? Ну, вы знаете, уже неоднократно здесь все упало руководство нашей области части. У нас в Думе мы только в основном участвуем в том, что работаем над бюджетом. Естественно, позиции областной Думы, ну, как позиции нашей администрации области, о том, что всегда содействует тому, что перевозка людей авиационным транспортом. Вот, скажем, за 9 месяцев этого года у нас перевезено было пассажиров в авиационном транспорте в Курской области около 27 тысяч человек. Ну, то, что рейсы сегодня есть в Москву, значит, поддерживаются они Курской областью, в том числе и федеральным бюджетом. Сейчас появился рейс у нас минеральной воды для удобства пассажиров. Тоже здесь федеральный бюджет поддерживает. Но речь идет вот о чем, что для того, чтобы наш аэропорт был более безопасен сегодня, сама программа развития существует в области. О ней выступал, как на мой коллега с Комитета промышленно-транспорта и связи, я не буду все комментировать, но с учетом запроса нашего населения, вот эти рейсы на летние периоды, как были и планируются на будущее, насколько я знаю, и в Анапу, вот в Сочи туда, вот сейчас вот на Минвода рейсы, в крупные города наши, и будет зона расширяться. Весь вопрос, видите, в чем заключается зачастую, что компании, которые летают, дают согласие летать, скажем, любого аэропорта областного значения, любого, они всегда хотят быть очень прибыльными, понимаете? Они не допускают того, чтобы самолет летел, скажем, полузагруженный. Вот эта проблема и существует о том, что и, конечно, если, допустим, будет спрос, больше идти жителей, будет загрузка всегда наших самолетов, то проще говорить с этими компаниями. Вот такое время сейчас. Государство не может датировать и область рейса неукомплектованной, и тем не менее, область делает все, чтобы рейсы эти были. Дмитрий Васильевич, у нас уже немного времени, а есть звонок от телезрителей. Давайте послушаем. Да, пожалуйста, давайте. Здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я живу в Поклыково, дом 43. Дом еще находится на гарантии. Пяти лет еще не прошло. А нам уже присылают квитанцию на капремонт. Скажите, это правомерно или нет? Значит, в той череде того, что дом... Вот я скажу, как на основании закона. На основании закона Российской Федерации все дома, которые многоквартирные, они включаются в программу капитального ремонта. Естественно, вот с учетом того, что если они уже прошли, видимо, программу дом уже включен раз, то, естественно, региональный оператор вправе и законодательно верно выставлять счета на оплату населению. К сожалению, этой градации пока нет по гарантии. Просто эти деньги, получается, что вот это накопление денег идет, и когда наступит срок ремонта, может быть, я не знаю, когда этого дома, я еще поклыкал, посмотрел это внимательно, вопрос, но, в принципе, региональный оператор счета выставляет правильно, потому что в законе не прописано никаких других сегодня вещей. Хотя над этим мы работаем. Но с учетом особенностей дома, может быть, там что-то за гарантии надо посмотреть, мы тоже возьмем и письменно ответим еще женщине, которая дала вопрос в течение трех дней. Дмитрий Васильевич, у нас буквально две минуты остается. Давайте коротко коснемся вопроса, который касался градостроительной деятельности. Законопроект также был рассмотрен в областной думе недавно. Подробнее, очень коротко. Очень коротко. Градостроительная деятельность, она всегда очень серьезная. Дело в том, что когда мы сейчас начинаем строить какой-то объект, то всегда занимает много у строителей, у органов власти, у людей согласование. Надо бегать везде, подписать бумажку. Так вот, сегодня в Курской области принят, он последний думал, закон, который упрощает эту процедуру. То есть сегодня, при определенных моментах, когда нужно прокладывать линии электропередач, подземные кабельные, сети водопровода, коммуникации разного рода, линии связи, теплоснабжение объекта, получать разрешение, которое получали зачастую структур, которые сегодня в администрации, в основном, в органах власти исполнительной, не будет требоваться. То есть ускоряется процесс. Это должно быть выгодно строителям, сказать, мелкому предпринимательству. И ускоряется стройка. Естественно, исчезает момент, чтобы ходить и кого-то упрашивать в лишних согласованиях. Но это будет делаться только на землях муниципального и государственного значения Терекурской области. А на качестве это не скажется? Это проще для всех. Не скажется. Дело в том, что на качестве здесь не скажется. Я думаю, что наоборот. Качество страдает тогда, когда сроки растягиваются. Когда сроки сжаты, и персонал работает качественно, качество обычно не страдает. Наоборот, увеличивается. Дмитрий Васильевич, спасибо, что нашли время и ответили на эти вопросы. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Власть. Открытая политика». Оставайтесь с телеканалом СЕИМ. Ну, а я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова